По гимнологии, гимнотерапии и психотерапии в гимнозе. Я объясню понятие. Гимноз – это быстрое изменение психофизической реактивности. По-другому реакции есть острая боль. Не болит человек, не спокоен. Он спокоен. Человек в фрустрации, он не знает, что ему делать. Изменяется реакция уже не в телесном, а в психическом уровне. И человек растерян, он живет не своей жизнью, он хочет что-то изменить. И вот явление быстрых измененных реакций дает ему такую возможность. Тот, кто гипнотизирует, тот, кто владеет техниками гипноза, называется гипнотизером. Это может быть очень искусный человек. Гипноз – это всего лишь явление. Оно может помочь, оно может повредить неумелых рук, оно может ничего не сделать, так же, как и огонь, так же, как стихия. Тот, кто гипнотизирует с научной целью, уже конкретно называется гипнологом. И наука называется гипнология. Она не имеет ничего общего с конкретной областью знания, но гипнология может применяться в самых разных отраслях. Если она применяется в педагогике, то это служит коррекцией личности, воспитанию другого человека. А ведь это самое сложное. Это сложнее, чем вылечить. Снять боль или даже помочь хроническому больному. Как бы это ни было сложно, но это проще, чем изменить человека. Сколько мечтателей, иногда фанатиков, революционеров пробовали изменить людей, что из этого выходило. И вот очередная попытка при помощи гипноза попробует, согласно запросам, что-то изменить. Но педагогика бывает не только общая, она бывает специальная. Специальная педагогика может быть спортивная. Педагогика, например, в гипнозе можно совершить то, такое упражнение, которое не под силу. В обычном состоянии какой-то рекорд в индивидуальном контексте. Там, где спортивная педагогика, там уже военная наука. Это искусство рукопашного боя. В восточных техниках рукопашного боя, возможно, внимательные наблюдатели замечали, что единоборец, он входит в особое состояние. Что он делает? Он исполняет боевой танец. Это не только ритуал. Это вхождение в особое состояние измененных реакций. Он переходит как бы на саморегуляцию. И порою, когда он в этом состоянии, он обладает огромной силой. Кроме этого, он способен соглашать не только поразить противника, который по мышечной массе намного сильнее его, намного больше. Но в этом состоянии он другой. Кроме этого, гипноз, в какой-то степени это театр. В театральном искусстве тоже используется гипноз. Настоящий артист, он не играет, он как бы живет на сцене. Не об этом ли говорили Станиславский, Немирович, Данченко. Не играть, а жить на сцене. Но порою, бывает и наоборот, Шекспир говорил, что весь мир – это театр. И мы, по сути дела, будто бы ведем себя натурально, спонтанно. Есть в этом элементы игры, само окружение, атрибуты зала, атрибуты собрания определенных людей по интересам. Они как бы бессознательно детерминируют, определяют наш ритуал. И вот этот театр, я добавлю, я согласен с Шекспиром, если мир – театр, то он должен быть профессиональным театром. А если театр непрофессиональный, конечно. Я думаю, вы угадали, включите телевизор, и вы увидите непрофессиональный театр, который называется политикой, очень мульгарный, очень примитивный. Примитивный – это не значит неэффективный, который делает вещи, осуществляет явления, идущие не всегда на благо своим адресатам. Кроме политики, есть момент манипуляции, который применяется теми же политиками и не только. Это масс-медиа, это реклама, и порою без разумной доли бывает часто злоупотребление. Используется феномен гипноза. И вообще гипноз в обыденной жизни очень распространен. Хотим мы или нет, мы каждый день соприкасаемся с гипнозом. Я хочу зачитать вам несколько тезисов современного видения гипноза. Первое. Гипноз существует у множества видов живых существ, которые расселяют нашу планету. Что я этим хочу сказать? Не только у людей возможен гипноз, он возможен и у животных. Возможно, спонтанный гипноз, когда существо погружается в гипноз, а возможно и гипнотизирование, когда кто-то гипнотизирует другого. По поводу спонтанного гипноза. Мне почастливилось создать эволюционную теорию гипноза. Реакции, которые были в глубокой древности эволюционного дерева, я назвал прагипнотическими. Современная наука оперировала гипнозом животных, но сравнительно высоко организованных. Это кролик, которого гипнотизирует, какой-то присмыкающийся, или даже рептилия, удал, да, выражение, как удал на кролика. Но это животные, у которых есть мозг. Но я всегда в были времена задавал себе вопрос, «А что было раньше?» И мне удалось сформулировать, что были реакции, которые я назвал прагипнотические. И основой их является рефлекс мнимой смерти. При дотрагивании какого-то примитивного организма, червячка, при быстром дотрагивании, он принимает форму воска, становится неподвижным, как бы оцепеневшим, восковидная такая гибкость. Какого рода это реакции? Защитные реакции. А какие еще есть? Есть мимикрии, изменения структуры, есть изменения окраски. К сожалению, дошла в эволюцию только до хамелеона. Если говорят о ком-то, вы хамелеон, это всего лишь метафора. Мимикрия, очень загадочное явление. Когда я вижу моего знакомого кота, а рядом идет собака, он весь изгибается, какая-то другая форма. И собака не идентифицирует это животное, страшное, изогнутое животное, как кота. Оно идет дальше, на всякий случай. Срабатывает защитный механизм? Срабатывает. Я еще, возможно, из чисто профессиональной лени, не занялся явлениями мимикрии, но все эти изгибы, изменения формы, как говорил Анатолий Михайлович Касперовский, очень просто, изменить контур человека, и он уже в гипнозе. Контур. Контур. То, что мы видим на компьютере. Но ведь жизнь наша, это тоже, как бы, компьютер. Как говорят некоторые философы, последователи Джорджа Беккли, кто знает, может, мы кому-то сниться, как сон лао-цзы. Помните старую притчу? Или во сне я увидел бабочку, или бабочки с люсья лао-цзы. Вот такая вот дилемма. Так и тут. Изменение контуры, мы это покажем здесь на сцене, если будут желающие, это автоматически влечет для себя состояние измененных реакций, состояние гипноза. Но это мимикрия. Я же ограничился рефлексом мимой смерти. При дотрагивании до червячка он нападает в это состояние. Но у червячка нет еще мозга, есть нервная корда. Потом она утолщается. Я вижу утолщение нервной корды, как спираль. Возникает мозг. Это не только спирали, а потом еще. Корабль же полшали. А по заходам спирали, внутри спирали, какие-то особые свойства. Помните, ротор, статор, индукция электрического тока. Если войти во Вселенной, прямое пространство, которое будет искривлено и образует спираль, а та в свою очередь прямая спираль, образует мега спираль. И вся Вселенная, это клубок. И самая далекая звезда, она вот здесь, на этом столе. Только в другом измерении нужно войти в эти темные дыры внутри спирали. Не случайно мозг имеет спиралевидную форму. Когда-то Иван Петрович Павлов считал, что мозг – телефонная станция, разрушены провода коммуникации, и все. Но даже нейрохирургия проверили этот тезис. Когда при автомобильных катастрофах, при операциях разрушается какой-то отдел мозга, непонятно каким образом, другие участки дублируют его. Они как бы замещают. Я часто смотрю в лесу на муравейник, что он мне напоминает? Генрих фон Вирхол, который расценивал организм как государственная клетка, меня бы понял. Я вижу нечто похожее на мозг. И несколько лет назад меня потрясло в сообщении в интернете «Нет муравьев-курьеров». Считается, что если муравейник, кто-то напал, где-то разрушена часть, то все муравьи, курьеры сообщают и спешат на помощь. Это нет. Каким же образом муравьи узнают об этом, что он всегда усос? Непонятно. Нет ли тут какой-то связи? Муравейник, как движущие клетки муравьи и вот такая вот, как клубок спирали. Молекула белка. Что это такое? Это клубок спирали. Не случайно белок обладает особыми свойствами. А как вообще возникает передача информации, происходит наследование, возникают новые существа, нуклеопротеиды. Матрица, где записана информация, генетический код нуклеиновых кислот соединяется с белком. Это вообще уникальное образование. Таким образом, законы космоса, макро и микро, они едины. И вот мозг, кто знает, может идет какая-то индукция, какое-то излучение, какое-то поле. Я осторожно говорю о слове поле. Которое так легко в последнее время жонглирует. И, возможно, это восчинствие преодолевает пространство. О старом Египте говорили, что, возможно, даже и время. И вот когда мозг уже зреет, он забирает власть, он регулирует вот эти архаические реакции, вот этот рефлекс минимальной смерти. И возникает гипнотическая каталепсия, когда измененное тело, оно застывает. Мы это покажем. И на этом не кончается. Возникает дальше иерархия регуляции. Возникает кора больших полушарий. Она регулирует мозг. Мозг регулирует нижними отделами, спинным полком, потом вегетативными центрами и, наконец, периферией. Но исчезает ли этот старый рефлекс? Нет, он сохраняется, он погребен где-то глубоко. И в моменты стресса, в моменты особых ситуаций, быстрых, мгновенных, а в быстрых ситуациях нет иерархии. Власть не может осуществить свои функции на любом уровне. Мозг не успевает. И вот когда он не успевает отдать приказы, возникает вот этот старый тип, мгновенное погружение в гипноз, что мы покажем. Точно так же и в социуме, когда происходит волнение на социальном уровне, когда вдруг выходят на площади граждане с реакцией протеста, то у власти смятения, она еще не успевает организоваться. И вот возникают тогда древние реакции, архаические реакции, реакции толпы. Так и в биологии происходит нечто другое. И у Эрнста Крещмера, который в своей книге об истерии, используя опыт Первой мировой войны, где он был военным взглядом, описан солдат. Вот он поднес как я микрофон, чашку чая, чашку кофа, как за тем столиком, и наслаждаясь, пьет в это время, залетает в окно ядро и отрывает голову. Вот мне, например, оторвет, я так и останусь с микрофоном, быстро, мой мозг не успеет. Или того, кто пьет вкусный чай. Вот у солдата в окопах такое явление Крещмер видел сам, рука застыла, головы нет. Нет еще мозга, и сработал вот древний рефлекс. У Жана Мартена Шаркова, ученика поля Ришерса, Петриерия, Париже, описывается случай, как хитрая коза воровала овощи у соседа, она становилась на лапы, и нагальным образом крала там капусту и все остальное, что росло за перегородкой. И Бог покрал ее молнией и гром. Коза была убита, но она осталась стоять на задних лапах, как статуя. Мозг не успел опередить силу молнии, грома, скорость. И вот сработал этот древний рефлекс. Несчастный почтальон под Парижем в лесу шел через поле во время грозы. Он был невысокого роста, креожистый, шел широко расставив ноги. И тут молния его убила, он так и застыл, он не упал, так как чисто геометрически удержался. И вот он стоял как статуя. Реакции на стресс. Стресс это был внешний стресс, но стресс может быть и внутренний. Страх парализует человека. Истерические реакции, истерическая отцепенение, тупор. При шизофрении кататонический ступор, страх перед болезненным процессом, особенно у людей, которые склонны к таким реакциям. КГБ засекретил один случай в глухом сибирском селе, когда девушки и ребята на Новый год, вот как сейчас, собрались где-то в избе, чтобы строить вечеринку, а бабушку проводили к соседям. И вот пришли все молодые люди этих девушек, кроме внучки, бабушки, молодой человек не пришел. И в отчаянии она после выпитого шампанского, которое ударило ей в голову, крикнула «Я буду танцевать с Николаем, святым Николаем Угодником». Она сорвала икону, она была неверующая, но видно религиозное чувство на бесознательном уровне есть даже у неверующих, ибо это было святотаста, и она танцует с иконой и вдруг застывает, вызывает скорую помощь, иголки не могут войти в ее тело, они ломаются, она стоит как статуя, простояла несколько недель. Это была когда Данилия, как вот пришел шизофреник, он застывает, держит на лодушной подушке, я видел будущий капитаном Союза спецпсих больницы, я помню те времена, когда я видел кататоников, я видел смертельную кататонию, температуру выше 40, они лежат как зомби, у них не бот, у них мыло, они могут умереть в любой момент, нечеловеческая сила, они связаны, они могут разорвать все эти пункты, даже если они будут из металла, огромная сила, и в то же время температура, от такой степени напряжения выходит за пределами всего, защитная реакция изживает себя самое, при эпилепсии, малые судороги, по-французски петитмаль, когда напрягается эпилептик, это тоже гомологичная реакция вот этому рефлексу мимой смерти, и так возникает гипнотическая реакция, возникает малый эпилептический припадок, кататонический ступор, истерический ступор, это все одно дерево, но мне этого было мало, я сформулировал, что гипноз и смерть это одно и то же, загипнотизированный, он не похож на сонного, ничего, все со сном, гипноз не имеет, сон, это только одно из явлений, которое может быть в гипнозе, но загипнотизированный не похож на сон, он похож на мертвого, я показал это, когда утверждал, что смерть на заре революции, она не была конечной, смерть переходила в жизнь, а жизнь в смерть, но потом, когда развивались все структуры, и возникл вариант передачи информации по наследству, ведь могло быть по-другому, в первобытном океане некое существо бессмертное, ее были бы миллиарды лет, и ее генерирующие бы жило вечно, я тогда не подозревал, что эта версия близка к истине, что есть такой вариант, он реализовался, но я тогда этого не знал, когда создавал эту теорию, и вот смерть возникает, как сказано в Библии, павшее семя, давшее потомство, уже не надо ему жить, да, как часто у некоторых женщин патриархального склада возникает депрессия, пусть то, как они умерли, и они хотят еще, иногда это переносится в желание потребности иметь внуков, или кого-то опекать, может быть, зверей, вот, мы заходированы на смерть, но когда-то это было не так, и вот возникает смерть, и возникает явление гипноза, от меня потребовали доказательства, я его привел, трудное окочнение, каков смысл трудного окочнения, никто не знает, несколько часов после смерти трудно двигать телом, конечностями, а потом можно свободно, я сформулировал, что эволюция как бы дает шанс законсервировать организм, а потом воскреснет на несколько часов, если, конечно, усылеют высокодефицированные клетки мозга, и когда я ждал эту лекцию, встала медсестра и сказал о том, как зимой мертворожденного ребенка его труп положили на подоконник с приоткрытым окном, он лежал несколько часов, а потом решили вынести его в морг, и вдруг он запищал, он ожил, что же происходило, был природой поставленный перемен, постепенное замораживание без деструкции клеток мозга, ведь секрет мясных фирм, как замородить мясо при каких параметрах и не повредить при этом белому, а тут что-то произошло натурально, и вот в гипнозе можно законсервировать человека, можно отдалить границы смерти, коль гипноза смерти это моя тоже, и я это сделал, это были печальные заказы от человека, первый случай, я помню, это была перестройка, напал, он в поле умирал, духовный лидер одного из землячей, он был как святой человек, и мне сказали, мы хотим, чтобы он жил, пусть немного, пусть он не умрет в эту неделю, а как-нибудь, ну может потом, и мне это удалось, он жил еще после этого два месяца, хотя это труднодоказуемо, вдруг он бы и так жил, второй случай был не такой простой, этот человек, это были новые дома, из того же землячь, они откуда-то узнали об этом, кричал от боли, он не мог сесть, он не мог лечь, даже наркотиков его не устраивало, не знаю, что толкнуло меня, как я не пытался загерпатизировать у меня, не получилось, и тогда я как шаман, потом я это понял, стал плясать вокруг него, создал ау, и вдруг он затих, я пустил его на кресло и продолжал технику флотическим методом, так это было, и он тоже жил еще несколько месяцев, то есть мы можем отдалять границы смерти, потом я стал изучать архивы, источники во всех религиях, это описано, возьмем православие, Киево-Печерскую лаву, святые старцы, при помощи диеты, при помощи определенного образа жизни, автопсихотерапии на основе религиозной идеи, там это сакрально, сакрум, сакрально, да, они впадали в то состояние, которое я назвал прививка смертью, они были наполовину мертвые, не случайно святые мощи не имеют смрадного запаха, они благопают, потому что происходит консервация, нет разложения, только ли в православии, в бурдизме, индийские йоги погружают себя в такое состояние, похожее на смерть, священный лама и тигела в 20-х годах на Байкале когда-то покрылся в свое состояние, потом его закопали, недавно выкопали на рубеже уже нашего века, и вот его тело сейчас не в жизни и не в смерти, никто не может понять, я вам объясняю, почему, все становится на свои места, он законсервировал себя, он не мертвый, но и не живой, мы можем человека законсервировать, и мечта об этом была даже в художественной литературе, иногда в фантазике, как говорил Эйнштейн, содержится нечто такое, что полезно нам, фантазии, они пробуждают наш разум, они материализуются, если кто захочет перечитать Эдгар Пой, я посоветую правду о том, что случилось с мистером Вальдемаром, какой-то американский миллиардер, ну, в наших понятиях, умирал, и пригласили магнетизера, как тогда называли гипнотизера, он погрузил его в состояние, чтобы тот не умер, и вот он лежит неделю, месяц, несколько месяцев, пока опекунский совет говорит, ну что же, нужно его вывести до этого состояния, ну это же искусственно что-то, и вот когда магнетизер выводит из этого состояния, мгновенно труп со смрадным запахом, это, конечно, фантазия, но реально это сделать можно, и мне удалось это сделать, задвинуть границу смерти. Есть даже такая гипотеза, я осторожно жонглирую этими понятиями, если то, что я сказал, это уже теория, это доказано, то то, что не доказано, я подозреваю, что тот, кто будет в состоянии гипноза, кому я сделаю в состоянии гипноза, возникает память мозга на бессознательном уровне, такая программа, если потом он попадет в стрессовую ситуацию, смертельно опас, ну и будет умирать, то мозг затормозит эту смерть до следующего раза, а там, как получится, что же нас убивает? Генетический код, а не какая-то крупная поломка, ее можно избежать, клетки регенерируют, но регенерируют с возрастом старые клетки, они молодые, рождаются новые, старые клетки, они уже старые по существу, потому что генетический код не позволяет родиться молодым клеткам, а если природа вздумает бунтоваться, это не зрелые клетки, это рак, это опухоль, гипержизнь, другая сторона медали, но меня потрясло событие несколько лет назад в интернете о том, что в Индийском океане обнаружили медузу, которая после полового цикла не стареет, а молодеет, она бессмертная, ее можно только убить, значит, генетический код и есть какие-то моменты, когда можно подействовать на генетический код, это, конечно, фантастика, но это не такая уже фантастика невозможная, вот тут мы соприкасаемся с тайной, тайной психики, тайной живого, это больше, чем тайной психики, если воздействовать на генетический код, уже станет вопрос реального бессмерта, пока что мы можем, как и во всех религиях, отодвинуть границы смерти, отодвинуть при помощи гипноза. Состояние измененных реакций возможно и в аутогипнозе, например, когда холодно, можно так себя согреть, что опнулся в кровь, что я и делал, присутствие прессы, Павл Тадео Шпрушек, известный фотограф на Гданьском побережье, Польша, он фотографировал, эксперимент у меня был минус пять, вот сейчас уже минус семнадцать, наверное, когда было минус пять, но был сильный ветер из Швеции, я стоял на берегу моря, босиком, было человек пятнадцать, наблюдателей, сохранились фотографии, они есть в интернете, нашим, польском. Я зашел в воду, искупался, вышел и высушил себя самому внушением, это показано на фотографии. Я повторил этот эксперимент на даче Германа Геринга, Барлингское озеро, западное Польша, неподалеку от германской границы, там, где были филиал Олимпийских игр тридцать шестого года, там, где была регата на этом озере, вот я прыгал, он нырял на глубину на близкую четырех метров и показывал, как это можно сделать уже при нулевой температуре. В море было холодно, ведь море замерзает при минус семь, в гробе легко купаться, там плюс четыре, это пятно, нужно только себя разогреть, или при помощи гипноза, или авто гипноза, нет проблем, главное, враг, это ветер. Можно, как пишет Леон Шерток в своей книге, непознанная психика человека, прогресс 82-й год, раздел внушенные озоги со знаком плюсом, можно и со знаком минус, прийти в себя, в такое состояние, что не будет озога, ведь ходят по углям, даже на фестивале давали, да, бывали такие действия, ароматки, другие базы, я думаю, здесь есть участники, которые это помнят, значит, может быть человек в таком состоянии ворваться в горячую избу, и на фоне экзальтации, чувство долга, спасти ребенка, спасти животного, и огонь ничего ему не сделает, и мы это показывали в Катовицах, на добровольцах, пани Тереза, из района Ликоты, есть такая ликота в Катовицах, такой район, там где шахта Бурик, дядюшка, знаменитая шахта Бурик, и вот она согласилась, принесли факел организаторы, вроде наших организаторов, и факел, пламя лизало ее руки, ничего, она не чувствовала боли, только кое-где легкая пугленная полоска, а мы ее сняли пасом, почти никакого следа, по интересам, а потом, когда приезжала мне в Варшаву, я принимал в то время в Варшаве, из Кадови, специально на дополнительные сеансы, говорила, люди узнавали ее в трамвае, в площадях, просили у нее автограф, и даже плакали, вот как-то вот это действует на какие-то глубины, вот ритуал жертвы, что ли, вот что-то такое таинственное происходило, я не буду здесь никого поджигать, я не буду никого бить ножом, или делать разные там мостики, я обещаю, мы сделаем более сложные вещи, это все примитивные вещи, ведь при помощи гипноза, можно не только согреть, когда этот холодный зал покажется сауной, это можно, это легко, нужно только задействовать внутренние резервы, где они у нас есть, но гораздо сложнее задействовать духовные резервы, показать, что вы увидите в ваш путь, что вы должны делать в ближайшее время, может быть, в отдаленной перспективе, или взглянуть внутрь себя, своей ли жизнью вы живете, или может, это не важно жить, может, что-то изменить, без моего внушения, и мы это показываем, и я сейчас хочу рассказать, продолжить, несколько тризисов, я только разобрал всего лишь первый тризис, немножко расширенном плане, о том, что гипноз существует множество видов, что он не имеет ничего общего с внушением, но зрение один из способов погружения в гипноз, и одновременно в гипнозе она сильнее, поскольку в гипнозе все сильнее, все по-другому, изменено. Перед тем, как говорить вам о других феноменах гипнологии обыденной жизни, я бы прервал этот гипнотический прием академизм, выступление, какой-нибудь демонстрацию, если что-то созрело. Если же нет, то мы продолжим дальше. Вот я не науки. Если кто-то захотел, он должен поднять руку. Раз, два, три. Ну, конечно, мужчины, они, как всегда, не подали. Я прошу вас, вы были первым. Прошу вас сюда. Усажайтесь. Это я вас вчера первым увидел утром внизу. Вы были по-другому одеты. Вы оказались предусмотрительным. Ярослав, а какой у вас мотив, что вы взяли да вышли? Интересно. Достойно это мотива или нет? Говорят, что есть боль или какое-то благородное желание, будто бы это достойно. Мой интерес второстепенный. Не так. Под интересом есть бессознательное желание, что, возможно, есть то, что поможет мне измениться. Это один из скрытых мотивов. И он более благородный. Человек не просто потребительский хочет стать сильным, отдохнуть, расслабиться, а он хочет сотворить самое себя. По-английски self-made man. Посмотрим, как нам это удастся. Я не буду внушать. Я только сделаю нечто, а бессознательно Ярослава продолжит мою работу. А он, если сочтет нужным, когда мы его об этом попросим, нам расскажем. на очереди еще двое отважных. Дамы трусливые, но это патриархальное общество. А то сейчас дамы такие, что нас, мужчин, немножко как-то мы кистярили. Наконец-то я вижу вот свой круг. Я патриархальный мужчина. И с виду. И вообще. Хорошо. Вы можете сидеть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Садись немножко так рядом со мной. Было страшно или нет? Абсолютно. Нет. Скажите, Ярослав, поверьте мне на слово и поверьте, публика, что здесь было несколько моментов, но они воспринимаются как однородные. Но, возможно, вы, Ярослав, сейчас, как человек жаргоном Павла второсигнальный, то есть человек абстрактного мышления, интеллектуал, да, такие люди очень хорошо анализируют. Может, сейчас, постфактум, скажете, какой момент для вас был либо самый важный, либо самый приятный, либо самый значимый, то есть по иерархии на первом месте. Движения, которые вы производили, не вызывали никакого дискомфорта или неудобства, поэтому я понимаю, что я делаю. То есть я не вызывал в этих движениях довольно-таки своеобразных движений никакого дискомфорта, да? А что было? Ну, это довольно-таки тонкое замечание, да? А в более простом плане, что было наиболее персонально для вас, для каждого свое, но вот именно важно, то, что не было дискомфорта, вот когда нас социум не достает, то мы довольны, такое наше отечество. Закон движения, палок должно быть меньше, чем колес, лишь бы государство не мешало, как говорят, вот бизнес будет развиваться, да? Вот нет дискомфорта. И вот такая сентенция, поскольку, снова Ярослава, а все-таки, если уже не в шутках, всерьез, что кроме этого для вас было важно? тогда мы в процессе. Такие люди, как Ярослав, поверьте мне, как опытному доктору, они имеют не только мозг, интеллект, но и вегетативную нервную систему. И вот вегетативная нервная система у нас разная. Есть преобладание симпатического тела или симпато-адреналовый тип реакции, и вагоинсулиновый, то есть парасимпатитус, парасимпатический отдел превалирует, как у Ярослава. У таких людей реакции отсроченные. То есть сейчас процесс запущен, он будет развиваться. И если те, кто будут около Ярослава, они заметят некоторые изменения, при том изменения не только, которые вы заметите, что в нем будут, но эти изменения будут касаться и вас лично. То есть он будет обладать способностью, выражаясь осторожность, к некому воздействию. Ну и, разумеется, положительному. Так что, если кто захочет иметь Ярослава, как минимум, компаньона, это будет что-то вроде рождественского подарка. Ну, в качестве подарка я отпускаю вас в мир в созвольном. Спасибо. Спасибо. Если двое отважных не передумали, пусть они подтвердят свое желание поднятием руки. Так, 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 ага, хорошо, хорошо, да, опустили руки. Уж простите меня, если я случайно, спонтанно нарушу очередность, ведь по сути дела гипно-гипнозера старого толка, они делают пробы на гипнобилиз, нарушаемость, твоя теория сейчас разрушит весь этот ритуал. А зачем? Коль это и так есть. Но надо только применять каждому свою технику. Это для вас пока незаметно, но я к каждому применяю свою технику, потому что я знаю, кто есть кто. Как минимум в структурном плане, может быть, в глубинном плане до конца, мне нужно поговорить с человеком, но в таком базистом плане я уже имею представление. И поэтому я очередность уже, как у режиссера, уже моя. возможно, я не того, кто раньше поднял эту руку, я за этим картами следил, но вот вы ближе, подойдите сюда, пожалуйста. Усаживайтесь. Это Владимир, да? Владимир, вот у Ярослава была определенная мотивация. Какая мотивация у вас? Интересен как опыт. А вот как говорят психологи, запросы какие-нибудь есть? Ну, возможно, поможет мне сверхнять. Ага, то есть понять. А ну, сейчас будете мне переводить с латыни, с латыни. Вы случайно ее не изучали, нет? Вот язык новой эпохи философии, который основоположником был Рене Декарт, так называемое картизианство. Когнито эрго сум. Что это значит? Закончите предложение мыслю, значит, правильно, вот вы прирожденные способности к латыни у вас. Но я такой вредный, это вы такой добропорядочный человек, а вот по мне сидит такой чертик, что я позволил переврать эту поговорку, эту пословицу. Когнито эрго сум. Я произнес сэмсо эрго сум. Чувствую значит существую. И поэтому я предлагаю, если вы не возражаете, чтобы ваше тело, ваша психика ощутила это на фоне чувства, а интеллектуально потом. Декарт и его последователь Джон Лок обнаружили явление рефлексии, самокопания в таком уже закоренелом варианте, самонаблюдение это хорошо, но во время демонстрации лучше все-таки ощутить, а потом уже оформить мысли, не возражаете? поэтому я вызову некоторые ощущения, чтобы для благородного общества некоторое разнообразие, Ярослав сидел, так как я вчера наблюдал, что у него были функции не только сидеть, а он еще и ходил и так далее, так приятно иногда посидеть, поэтому я чувствую еще вчерашнее жалость, сострадание, вот я сижу, а люди тут ходят, да, он сидел, но Авася в этом не были замечены, а я для разнообразия попрошу вас стоять вот профилем в зал, вот прямо здесь. в зал, здесь, Продолжение следует... Продолжение следует... Есть такое искушение, что это я виновник, что он будто бы Владимир загнулся назад. Не совсем так. Продолжение следует... А ведь все, что происходит, эпилептический припадок или истерический приступ, есть так называемая истерическая дуга. Ребенок даже, когда капричничает, делает вот так. Продолжение следует... Я вижу это, как незаконченную спираль. Как будто бы спираль. Она дает что-то новое. Не зря вот когда вот на войне, в окопах нужно пригнуться, уцелеть, съежиться. А вот парадоксально некоторые романтики, вот, например, тот же Акуджава, есть у него слова в песне «До свидания, мальчики». Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат. Помните, да, и себя не щадите вы, но все-таки постарайтесь вернуться назад. Так, съежиться? Так? Нет, не так. Говорит Акуджава. Высокими, высокими, вот так. Вышу голову, почти спираль. Как будто... Это же абсурд. Тут же вас может поразить враг. Как? Да вот, не совсем так. Александр Матросов был сиротом, был в детдоме, в фальшивой атмосфере. Детдом от 30-х годов, он убегал, он был психопатом, ему там было душно. И вот он попадает на войну, и тут его принимают ни формально, ни фальшиво, как своего. Но к нему относятся по-человечески, а не по казенному. И вот он видит, как расстреливает немецкий дзод, его товарищей. Он выбегает. Вот так вот выбегают, очевидцы говорили. Он идет в пули, стреляют в него, а ему ничего, он добегает и заслоняет дзод. Отчего же он умер? Да там ничего не было, там было пусто. Может быть и жил. Берсерки, они грызли мечи и шли на врага. Они выдергивали копья, стрелы. Ничего их не брали. Буришкевич четыре раза выстрелил в Распутина. И тут бежал уже отравленный княчим Ясупом его пирожными. Отчего же он умер? Утопили. Но пули его не взяли. Брюс Ильих хвастался, что может поймать пулю. Конечно нет. Но пуля может в таком состоянии не деструктироваться. И вот этот момент, когда тело загибается, в нем есть какой-то тайный смысл. Поверьте мне, Владимир, не только я спровоцировал вас на это, но и ваше бессознательное. Видно, что-то этим хотело. Но в рамке гипотезы, но можете мне поверить на слово. Поскольку вы любознательны, вы удовлетворили свою любознательность? Ну, возможно. Спасибо. Спасибо. И последний отважный человек, это были вы. Точнее, вы были не последние. По-моему, вы даже были второй, кто подняли руку. Я не ошибся? Да. Так, это у меня. Александр. Александр, а у вас какой мотив, что вы вышли? Мне понравилась ваша фраза по поводу гипноза, что в этом состоянии можно увидеть свое будущее. Ну, чтобы не было спекуляций, я вам расскажу историю. Меня мало кто спрашивает, а коли вы спросили, я как манипулятор использую это для мозаики лейции в части. Дело в том, что в Египте, когда гипнотизировали, сохранился текст на папирусе Александра, а остальные нас подслушивают, мы с вами беседуем, а они послушают, положи ладонь на лоб юноши, введи его в это состояние и спроси его, что он видит через время, и получишь ответ. Вот это и было пророчество в гипнозе. Не для здоровья гипнотизировали, для таких высоких целей. Храм гельфийского оракула. Почти наши современники пифи исполняли танец, попадали в особое состояние и прорицали в этом особом состоянии, а жрец интерпретировал. Ну, сиан стоил каких-нибудь на наши деньги пару миллионов долларов, да, потому что были заказчики, купцы, скажем, успенники, и начинать войну или начинать, и вот было пророчество. Что будет, да? Или в индивидуальном плане. Что будет? Ведь гипнологи такого рода, эзотерики, они использовали медиумов, они не сами, а вот через кого-то, вот как я, может быть. Но наши задачи скромны. Это касается не социума, не будущего, не того, что будет с одной из опоздавших. Там, да, вот здесь вот можно, конечно, да? А хотя бы, чтобы вы увидели как минимум контру вектора, но который был бы для вам желательным. У вас несколько альтернатив. Не очень много, таково наше время, таковы наши условия, но все равно несколько есть. И вот вы ясно увидите. Вот как минимум это. Ну, а по максимуму надо мечтать. Может, увидите что-то более конкретное. Хорошо? Хорошо, я согласен. Хорошо. Ну, да. Предыдущий у нас стоял, значит, вы будете сидеть. Наверное, в кофель, чтобы это было доступно и видно всем. Спать! И вот сейчас вы находитесь в состоянии измененных реакций равно телесных, так и психических и даже духовных Ваш пленный дух вырывается наружу, как джинен из бутылки. Воспаляет вверх, и вы видите себя самого, как больной во время наркоза, видит себя самого на операционном столе, как видят люди в экстремальных ситуациях себя, несущего сквозь туннель не только жизни, не только смерти, а может быть, другое пространство. Но вы видите себя в другом временном ракурсе, вы видите, как солнце, которое сейчас сияет к концу дня, неизбежно будет закатываться, и вы увидите вечерний город и себя в этом городе, а может быть, и мне его. А далее вы увидите себя в социальном окружении, ваши близкие, ваше деловое окружение, и вы ясно оцениваете на уровне чувства, да или нет. Но вы видите и другие боковые улочки, и вот вы путешествуете по каждой из них по очереди. Ваша душа блуждает в этих лабиринтах, и в одном из них вам станет хорошо. Или это тот самый, которого вы придерживаетесь, или этот другой. вы увидите, вы ощущаете. И ваша душа летит дальше, дальше. Вы увидите, что произойдет, возможно, со многими из нас, возможно, на уровне города, страны. Вы увидите, что будет. Но вы увидите себя лично. Вы увидите. Свой путь. Это ваш путь. И только вы сделаете выбор. А сейчас вы почувствовали сенса эргосум. Чувствую, значит, существую. А когда очнетесь, чувство обретет структуры мысли. Кого-то эргосум. Мысли, значит, существую. Но это будет потом. А сейчас вы увидели. Вы почувствовали свои возможности. И в том ракурсе, который вы хотели, это вас потрясло. 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 Я знаю, что вы испытали нечто, о чем вы расскажете нам. Вы расскажете нам о том, что испытали, когда очнетесь. Спасибо. Встали. сели сюда, Александр. Садитесь. Как себя чувствуете, Александр? Ну, я живой. Живой. Поздравляю. Да, то, что мы выживаем, это вообще удивительно для некоторых цивилизованных народов. Это, значит, шансы для нашего народа. А вы как конкретный представитель на ваших плечах, как у вас это все наше будущее. А может, что-то хотите добавить? Ну, банальный, стандартный у меня вопрос, а потом это благородное общество, может быть, спросит, что самое было главное, значительное, приятное, важное? Ну, для меня было приятное, я вошел какое-то необычное для себя состояние, и в конце я увидел как бы отражение у себя. Ну, когда голова была в зале, я увидел себя в самом конце. Я не случайно повернул вас к залу, вы догадались, молодец. Я увидел себя как бы в зеркале. А где вы другой были? Произошла диссоциация, это о чем говорил вчера, расщепление. Где вы другой были, который себя видел? В церкви. Где? В церкви. А вы были, один, вы были здесь на стуле, а вы были в церкви. В церкви были? Мое отражение было здесь. А, ваше отражение? Отражение Ваше отражение стояло или сидело? Сидело на церковных скамьях, да? Ну, это я не увидел. На одежду просто увидел. А это был алтарь или вы были под базиликой или нефом? Неф это где купол, а базилика это длинная часть церкви, а передняя, где икона, это алтарь. Давайте конкретизировать, в какой части церкви вы были? Ну, я думаю, где-то в ходе, потому что как бы задний фон был рассматривающим. Ага. Ну, а вот ваше теменное зрение, глаза то под лбом, как вы постфактум уже есть память постфактум, а неф был над вами или базилика? Вот это, скажем, неф, а то уже длинная часть базилика. Что под вами был, купол или базилика? Базилика был. Базилика, то есть длинная часть церкви. Понятно. А скажите, пожалуйста, ваше боковое зрение во время сеанса, это возможно, этот опыт мы делали, я вот не помню, а вы, возможно, помните, вы с закрытыми были глазами. Кто-то передвигался в этом зале или нет? Ну, я не знаю. Я не знаю. А может тогда вы не видели, а вот сейчас, потому что вся информация там до сих пор есть. Было движение в зале или зал застыл, или кто-то, может, заходил, ходил, выходил. Может, кто-то ходил, я не знаю. Ну, да, не знаете. Ну, хорошо. А скажите, случайно у вас нет вот сейчас видения, что было в это время там внизу, где регистрация? Девушки сидели на регистрации. А сколько их было? Одна или больше? Трое. Трое? О, это уже конкретно. А что они делали? Дремали, сплетничали, или занимались новоприбывшими? Общались между собой. Общались между собой. Для дамы это типично. Они общаются между собой. И вот эти девушки общались между собой. А общались они как? Как-то монотонно, солидно, или с шутками, или нейтрально. С шутками. А с шуточками. Наверное, им так было теплее. А какая из них была самая такая шутливая, самая живая из этих трех девушек, когда вы были в этом состоянии? Которая из них посередине. Та, что посередине, видно, положение срединное ее обязывает. Она была самая живая. Как вы думаете, она была живая ситуативная от того, что холодно и живые люди выживают, либо она такая по характеру живая? В этот момент просто. А, ситуативно вот в этот момент, биквериальный момент, она вот обрела такую живость. А эта живость действовала на окружение, по вашему мнению, я возложу вас в рамк психолога, или нет? На правую девушку, да, наверное. А, а правая, если мы выходим на улицу, на ступеньку, правая будет сразу, или где? Ну, если вы вход вот здесь, мы сейчас сидим где-то. да, а где правая девушка? Да, то есть справа от нее на правую девушку эта живость действовала, а на левую нет. Интересно, почему на правую девушку эта живость средней девушки действует, а на левую нет. Если у кого-то будет интерес, вы можете в перерыве спуститься на них посмотреть, но это наш общий секрет. Никому ничего не говорите. Ну, если уж не удержатся у вас в языке, бывает такое, слова очень выпукли, чуть потом, после беды сейчас не надо. А скажите, какова динамика по-научному, по-простому, хотя бы дневная судьба этих трех девушек? Я вас вожу вас ран к пророкам. Это громко сказано, какова судьба. Как будет меняться ситуативно? Реакции? Они будут взвешенные? Или утомленные? Или наоборот, парадоксально, живость их изменится? Те девушки, девушка, которая получается смешила, центральная девушка и правая девушка проведут сегодня хороший день, у них будет позитивный день. То есть эмоциональный позитивный настрой. А девушка, которая слева сидит, она часа через два говорит, она тоже не присоединяется. Она присоединяется часа через два. Поэтому мы должны сделать в течение двух часов, чтобы с этой девушкой что? Развеселить. Развеселить. Как вы думаете, вот сейчас спонтанно среди этих окружающих есть какой-нибудь человек? Покажите мне его в плане эксперимента. Вот первое жест, который вам придет в голову, который сможет ее развеселить. Покажите мне этого человека, пока я стану. где он? Шапки. Вот этот человек в шапке, он сможет ее развеселить. А кого вы считаете, мы возведем в ранг КРУ, контрольно-ревизионной комиссии, обсерватора? Кому вы доверяете, которые будут наблюдать? Благодарю. Это точно я не завалю, даже если будут глубокие пророчества. Кто будет КРУ наблюдать за этим? Отчет и ушел. Ничего не говорите, вы дали слово. Мужчина, который рядом сидит, в черном, который выходил. Вот этот черный лицарь, да, вот как вот фильм есть такой черный лицарь, да? Хорошо, мы вам это поручаем, сейчас у нас будет небольшой перерыв, а скажите, Александр, а могут эти благородные люди вам задать некоторые вопросы, могут? ответы. Итак, кто созрел для вопроса? Или вам все ясно? Здесь очень многое было интересно, очень многое. Есть вопросы? У вас есть шанс задать вопрос? Только громко, пожалуйста. Откуда информация по девушкам? Как вы воспринимали ее? Вы видели картинку, которую вы... Мне вопрос? Нет, 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 решение, или как? Вам показалось это? Как вы увидели эту картинку? Я эту картинку увидел после того, как прозвучал вопрос. То есть это было не в момент, а после. Очень хороший ваш вопрос. Давайте дальше. Говорите из-за чего-то прервал. Ну, я увидел эту картинку после. Вы картинку, да, увидели? Да. Как бы ситуацию. Люди обладают способностями, это известно, изучебник. Вы, Саша, оставайтесь здесь. Мы совместно, сейчас у нас дискуссия. Например, во время гипноза можно ударить ножом или проколоть иголкой, и нет боли. Это вы знаете. Но мало кто знает, что после сеанса и без всякого внушения некоторое время сохраняются измененные реакции. Можно проколоть, ударить, и ничего не будет. Обжечь. Но боль. Элементарная логика нам подсказывает, это возможно на телесном уровне из 11 лет. Почему эти необычные способности Александра это художественный тип, в отличие от вас интеллектуала, да, это первосигнальный тип, а вы второсигнальный, вот, у человека анализа, это человек чувства. так вот эти люди, они могут многое. Ваш вопрос, пожалуйста. Ваш вопрос следующий. Вы обращали видеть свой путь. Увидели ли свой путь? Ну, я думаю, что я увидел вектор, куда идти. сейчас, ну, не соответствует, а чуть-чуть свежее. Рядом. Пожалуйста, пожалуйста, вы выходили, вот, давайте, спрашивайте, отрабатывайте, спрашивайте. Я уже запоминал, сколько девочек сидела на рецепте. я знаком с одной. Аж которой? Дочку, дятю. Ага, нажимаем ку-ку. Да, пожалуйста. Значит, визуальная картинка, возможно, со вчерашнего дня стала. память и образ. Со вчера остался этих трех может быть просто расположение схематически, да, но, мне кажется, сегодня они по-другому себя. Чисто по виду они сегодня по-другому себя. Средняя женщина, о которой вы говорили, которая смешила, это, ну, самая взрослая женщина между ними? По возрастным критериям не могу сказать. Ну, а по-русски-то дамы уменьшили. Мне кажется, это черная девушка была. Черная девушка, как сказано. Дама в черном. Владиволос. Ага. Увы, пожалуйста. Будущее города Харькова. Видели? Хороший вопрос. Первая вышка, которая придет в голову? Будет. Будет. Ну что ж, повод для оптимизма. Вопросы есть? Вопросы да, вот есть вопрос от Снегурочки. Это белая женщина, это черная женщина. А вам вопрос белой женщины? Как вы думаете, что означало в результате ваших обвинений, которые вы сейчас в будущем выводили в отношении в отношении в отношении в отношении белой женщины? Сейчас, секунду. Ну это по чувствам такое ощущение, что это как бы разделение меня. Диссоциация. Это диссоциация. может быть. Может быть. Это возможно, да, я тоже так думаю, что все-таки идет уже маленькие шаги к будущему. Хорошо, мы поэксплуатировали терпение наших коллег. Чудо трудно переоценить. Они нам деликатно подсказывают, что вам нужен отдых. А лучший отдых от наших ужасов это другое зрелище, которое будет другим и очень интересным. Ибо то, что было сейчас, оно подготовило вас к последующему зрелищу. Я благодарю вас, Александр. Спасибо. Александр сегодня принимает доверие. Если кто-то хочет узнать, что будет с ним или так далее, записывайтесь к ним на прием. Это медиум. Спасибо. Спасибо вам. Благодарю вас. Удачи.